Добрый вечер! Вы смотрите информационный выпуск сегодня в начале о главных событиях 9 ноября. Добрый вечер! 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 «Единая сеть» ситуация разрешилась. Подробности в нашем материале. В селе Ноккал к нескольким домам провели природный газ. Жители многократно обращались во все инстанции, но их жалобы оставались без внимания. И только силами партии «Единая сеть» проблема была решена. Перед президентскими выборами част населения населенного пункта Ноккал, что на западной окраине города Сханевал обратились к тогдашнему председателю парламента, лидеру партии «Единая сеть», нынешнему президенту Республики Южная Осетия Анатолию Ильичу Бибилову, чтобы партия во главе с Анатолием Ильичем оказала помощь в подведении газовой ветки к данным домовладениям. Значит, на что Анатолий Ильич сразу же дал поручения своим помощникам. Они прошлись там, узнали, что надо со стороны жителей данных домов построить материалом, по тем необходимым материалам, чтобы провести газ в данные домовладения. Все это было закуплено. В основном в Ноккал проживают молодые семьи. Поэтому проблему с природным газом здесь ощущали больше всего. Тем более, что основная газовая вышка находится всего в 100 метрах от жилых домов. Мы обратились к Анатолию Бибилову с этим вопросом. Тогда он был еще спикером парламента. И благодаря его поддержке наша проблема разрешилась. Спасибо партии «Единая сеть» и всем, кто помог в решении проблемы. Проблему с природным газом мы испытывали три года. Спасибо партии «Единая сеть». Именно они нам закупили трубы. И с помощью работников газовых служб в наши дома проведен природный газ. За что им огромное спасибо. Партия «Единая сеть» оказала помощь многим семьям в нашей республике. Благодаря их финансовой поддержке только в 2017 году было заменено свыше 40 кровель. К гражданам, что вот очень много заявлений у нас сейчас по замене кровли, мы, наверное, не сможем столько оселить. Потому что финансовые средства партии состоят из той суммы, которую государство выделяет каждый год на каждую партию. Плюс членские взносы, которые мы взносим туда. И этой суммы не всегда хватает, чтобы удовлетворить все потребности населения. Будет работать комиссия по данным заявлениям. Вот здесь все заявления, которые будут работать комиссия. И по выводам вот этой комиссии мы будем уже решать, кому менять кровлю, кому немножко можно подождать. Многим малоимущим семьям была оказана адресная помощь. Для многих закуплены жилые вагоны. Жителям оказывается помощь и в сфере здравоохранения. Это и лечение, и выезд за пределы республики. Я обсуждаю с министром здравоохранения, и он мне советует. Мы согласовываем, какую помощь окажет министерство здравоохранения, а какую помощь можем оказать мы. Это, скорее всего, бывает помощь в плане размещения за пределами республики, проживания, чтобы люди там себя чувствовали нормально. Вот какую-то финансовую помощь мы им оказываем. Партия «Единая сеть» оказывает помощь и социально незащищенным семьям. Нескольким из них она оплачивает квартирную плату. Только в этом году помощь оказана 300 семьям. И в будущем партия намерена продолжить эту работу. Сергей Кочев, Регина Черткоева, Алим Бетеев. Информационный выпуск сегодня. Новое жилье в столице будет распределяться строго в порядке очереди. По окончательным спискам коллегии городской администрации очередников около 2000, а квартир только 200. Граждане, которым должны предоставить это жилье, будут проверяться тщательно с привлечением представителей правоохранительных органов и СМИ. По администрации города Цхинвал считают это вынужденной мерой, чтобы исключить вероятность незаконного получения жилья. Все подробности у Зарины Кочевой. Коллегия городской администрации окончательно утвердила списки очередников. 1816 семей прошли плановую перерегистрацию. Каждый из них надеется получить жилье. Однако квартир всего 200. Для многих это единственный шанс получить долгожданное жилье. Новое жилье столичные власти будут распределять строго в порядке очередности, так как каждый из них считает себя остро нуждающимся в жилье. А нуждается очередник в жилплощаде или нет, будут проверять еще раз. Списки очередников поделены на различные категории. Из каждой категории в порядке очередности члены комиссии возьмут определенное количество очередников, которые претендуют получить жилье в первую очередь, так как в той или иной категории они первые. По спискам очередности, которые уже утвердены коллеги, будет предоставляться жилье. Однако перед этим мы еще раз проверим очередников, которые уже должны получить жилье. К работе комиссии мы привлечем представителей правоохранительных органов и СМИ. Многие очередники в свое время продали жилье или переоформили на кого-то. Возможно, не самым честным способом многие получили необходимые справки, чтобы встать в очередь и оказаться в самом начале списка. Мы должны исключить все эти моменты. Ни один человек, если он не нуждается в жиле, не должен его получить. Мы должны сделать для этого все возможное. К проверке очередников комиссия приступит уже на днях. Проверять будут не только документы, но и условия проживания. Всего строится 200 квартир. Из них 81-комнатных, 62-комнатных, 55-трехкомнатных и 5-четырехкомнатных. Всего строится 200 квартир на улице Героев. 100 квартир будут сданы до Нового года. 100 – к маю будущего года. Это хорошая возможность обеспечить жилем нуждающихся. Что касается утвержденного списка очередников 1816 семей, то он уже меняться не будет до очередной перерегистрации. Некоторые очередники не успели пройти перерегистрацию. Чтобы восстановиться в списках очередности, они должны представить документ, подтверждающий уважительную причину непрохождения перерегистрации. Прием документов на получение жилья продолжен. Каждый желающий может представить необходимый пакет документов. Напомним, более 200 человек, которые состояли на очереди за получением жилья в городской администрации, прошли плановую перерегистрацию. В ходе перерегистрации были выявлены граждане, которые не нуждались в жилплощаде. Более 400 человек. Сейчас составлены и утверждены коллеги администрации новые списки. Это очередники, которые прошли перерегистрацию. Сразу после Нового года 107 получат новые просторные квартиры в этом многоэтажном доме. Пока что, как вы видите, строительные работы здесь не завершились. Но строители обещают, что все работы будут выполнены в срок, то есть в конце текущего года. Зариня Кочева, Геннадий Мамитов. Информационный выпуск сегодня. Роль югостинской милиции на разных этапах ее развития обсуждалась в Госкомитете информации и печати. Круглый стол собрал сотрудников ведомства, экспертов и журналистов. Повод действительно значительный. 100-летний юбилей органов внутренних дел. Говорилось об истории угостинских правоохранительных органов, о их роли и значении в становлении нашего молодого государства. Анжела Кокоева подробнее. В Комитете информации и печати был организован круглый стол по случаю 100-летнего юбилея органов внутренних дел. В работе круглого стола приняли участие сотрудники этого ведомства. На обсуждение были вынесены три темы – информационная прозрачность, формирование отношений с обществом и способы повышения эффективности работы сотрудников. Представитель пресс-службы Министерства внутренних дел Республики Южная Осетия Александр Чихоев отметил, что работа юго-осетинской милиции направлена на защиту населения и она должна быть открыта для общества. Именно для этого была создана и пресс-служба Министерства внутренних дел. По сути, изначально милиция создавалась рабоче-крестьянской. В своем составе она была из рабочих и крестьян. По сути, народная милиция по своему определению. И создана она для народа и для защиты народа. Для соблюдения закона, для охраны общественного порядка, для охраны мирного труда народа. И поскольку она перед народом ответственна, разумеется, вся ее работа должна быть прозрачной. Вся ее работа должна строиться на основе гласности. Хотя бы потому, что, во-первых, это народная милиция. Во-вторых, народ должен видеть, что любое преступление безнаказанным не остается. Чтобы это было уроком тем, которые хотят легкой наживы и преступным путем. Участникам круглого стола было предложено раз в месяц проводить брифинги, чтобы должностные лица Министерства внутренних дел сами комментировали все происшествия на территории нашего государства. В противном случае жители нашей республики в соцсетях публикуют свои домыслы, затрудняющие получение достоверной информации. Было отмечено, что в советское время юго-сетинская милиция сыграла огромную роль в наведении порядка в стране. Милиция кого охраняет? Милиция, вы думаете, охраняет только граждан и так далее? Нет, конечно. Во-первых, конституция еще. Там закон вопрос. Там указы и распоряжение президента правительства. Закон о милиции, положении и так далее. В конституции, когда мы говорим о защите человека и гражданин, их права, мы должны быть виноват, что мы должны быть виноват, что мы должны быть виноват. Заместитель командира батальона отряда милиции особого назначения Алан Бижанов, в свою очередь, рассказал о работе данной силовой структуры. Милиция, армия, 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 армия. Работа нашей структуры и милиции направлена на охрану правопорядка в обществе. Мы стараемся максимально снизить риск преступлений в нашей стране. Работа с населением – очень ответственное дело. Каждый из нас работает только на благо нашей республики. Участники дискуссии отметили роль Министерства внутренних дел в стабилизации обстановки в ходе сложных внешнеполитических процессов. Анжела Кукоева, Арсен Гассиев. Информационный выпуск сегодня. Группа молодых людей из Южной Осетии приняла участие в слете соотечественников, проживающих за рубежом. Программа включала в себя научную и культурно-познавательную части. Цель – донести информацию до мирового сообщества о процессах и событиях, происходящих в России. Елена Газаева пообщалась с участниками из нашей республики. В Москве с 31 октября по 5 ноября проходил пятый слет молодых соотечественников, проживающих за рубежом. В нем приняли участие порядка 100 молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет. Основная цель форума – консолидация молодых соотечественников вокруг идеи российской нации. Делегация из Южной Осетии состояла из трех человек. Нина Пухаева – журналисты информационного агентства РЭС, Алиса Газаева и Юлия Матвеева – студентки йогу. Сегодня они подробно рассказали о своей поездке. В течение этих дней проводились лекции, дискуссии, посвященные вопросам поддержки соотечественников, проживающих за рубежом. Касающиеся государственной политики России в отношении молодых соотечественников, создались вопросы молодежного сотрудничества. Была организована работа четырех площадок, и каждый из участников мог выбрать всю площадку, которая была ему наиболее интересной. Участники слета смогли определить совместный вектор работы и разработать дорожную карту мероприятий на 2018 год. Предложения по методике поддержки молодых соотечественников за рубежом, обменяться опытом, обсудить вопросы укрепления дружеских и профессиональных связей между молодежью России и молодыми соотечественниками за рубежья. Мы познакомились с молодежью из других стран. Для меня лично было важнее всего узнать этих людей, узнать, что происходит у них в государствах, потому что то, что нам показывает СМИ, и то, что мы читаем в газетах новости, не всегда совпадает с реальностью. Из уст, так сказать, первоисточников, то есть люди, которые там живут и все это сами видят. К тому же, несмотря на насыщенную программу, обучающую все эти панельные дискуссии, лекции, встречи с очень-очень высокопоставленными чиновниками, хотелось бы побывать на таких форумах и слетах еще не раз, чтобы делиться своим опытом и развиваться, конечно же. Программа слета включала в себя научную и культурно-познавательную участие. Большую роль в проведении форума сыграл прошедший недавно в Сочи 19-й Всемирный фестиваль молодежи и студентов. По признанию выступающих, одной из задач было донесение до молодежи мира правды о том, что происходит в России. На встрече с журналистами делегаты из Южной Осетии поблагодарили главу Россотрудничества в Южной Осетии Михаила Степанова за предоставленную возможность принять участие в пятом международном слете молодых соотечественников. Елена Газаева, Александр Кочиев, информационный выпуск сегодня. 25 учащихся среднеобразовательных школ республики вернулись из поездки в Крым. Около трех недель ребята провели свой досуг с пользой. Принимали участие в различных конкурсах, олимпиадах, приобрели новых друзей и вернулись с массой позитивных впечатлений, с которыми они поделились и с нашим корреспондентом Фатимой Чучьевой. Сегодня из республики Крым вернулись ученики школ нашей республики, которые отдыхали и одновременно учились там около трех недель. Эту поездку организовало Министерство образования нашей республики благодаря Министерству образования и науки Российской Федерации, которая выделила им квоты на эту поездку. В поездке приняли участие 25 детей. Это в основном дети, которые учатся на отлично и показали лучшие результаты на предметных олимпиадах. А также дети из многодетных семей и дети-сироты. По словам отдыхающих, у них получилась очень дружная команда. Дети с большим восторгом рассказали нашей съемочной группе о своей поездке. Мне очень сильно понравилось в Артеке. Там было очень хорошо, интересно. Там за нами очень хорошо смотрели. И что мы там учились. Было очень хорошо, но я пока не хотела ехать в Артек, потому что я боялась, я думала, что я там никого не буду знать, зачем мне туда ехать. Но я не пожалела о том, что я поехала. Конечно, дорога была трудная, но это того стоило. Я приехала с хорошими, яркими впечатлениями. По словам школьников, по приезду в Крым их разделили на несколько групп. У каждого из них была своя программа, и потом они делились друг с другом своими знаниями и приобретенным опытом. Подружились с ребятами других республик и даже пригласили их к себе в гости. В Артеке очень плотный график. Весь день, каждый день был расписан по секундам. Особенность у тебя, например, профильный отряд. Я был в профильном отряде, у меня был профиль МЧС. Нас водили каждый день на профильные занятия в пожарную часть. Мы там одевали противогазы, разную спецодежду, противогазы. Еще нам показывали всю технику, как ей пользоваться. Мы даже тушили искусственный пожар. Мы забирались на искусственную башню, чтобы ощутить, каково это забираться на загоревшийся дом. Мне очень сильно понравилось в Артеке то, что мы нашли там новых друзей. Там было очень хорошо. Когда только вошел в свою дачу, в желтую дачу, меня там сразу приняли как друга. Мне нравилось больше всего, когда мы устраивали массовки ночью. Я еще своих друзей к себе сюда пригласила, в Южную Осетию. И они сказали, когда будет лето, мы приедем сюда. Ребята участвовали в различных конкурсах, писали сочинения и во всех мероприятиях показали хорошие результаты. По словам сопровождающей медсестры Светланы Кулумбековой, в Крыму наши дети показали себя и нашу республику с лучшей стороны. Такие поездки являются большим стимулом для наших учащихся. И они дают возможность знакомиться и общаться со своими сверстниками из других стран. Фатима Чочиева, Арина Атмедов, информационный выпуск. Сегодня. Информационный выпуск. Продолжают новости спорта. Победитель республиканского турнира по мини-футболу на Кубок Президента Южной Осетии определён. Эм стала команда Комитета государственной безопасности. Всего участвовали 24 команды. Денежные премии, кубки получили и команды, занявшие призовые места. Подробности в репортаже нашего спортивного обозревателя Батрат Захуриева. Удачливее были футболисты команды «Фалакфарс» и выиграли со счётом 4-3. После болельщики ждали начала финальной игры. Специально к турниру приехали чемпионы России по футболу Инал Джоев и Артур Пагаев. Футбольная жизнь Осетии показывает и доказывает, что всё-таки лучшие таланты всегда были и есть в Южной Осетии. И это очень похвально. Если столько команд участвует, это же очень большой плюс для Осетии в целом, для нации. Это очень-очень похвально на самом деле. Ещё хотел бы добавить, что мы уже обсуждаем эти темы, чтобы с будущего года уже чемпионат Осетии, чтобы наша команда постоянно не ездила куда-то, а чтобы оттуда ездили команды и сюда, потому что, чтобы дети видели здесь футбол. Если дети сегодня не будут ходить на стадион и видеть футбол, это ничего не даёт нашему поколению, футбольному поколению детей. И поэтому это очень важный момент для всевастительства футбола. Спасибо за приглашение, что пригласили на такой турнир. Ну а каждое спортивное мероприятие, наверное, это очень приятный момент. И как для самих спортсменов, но в то же время это болельщик. Я думаю, дай Бог, чтобы турнир стал традиционным. Каждый год, я думаю, только аудитория будет больше, и внимания к футболу, популяризация, спорта футбола. Во многом южная сеть, и непосредственно, я думаю, пойдёт к этому. Поэтому очень приятно, что такие турниры есть, и дай Бог, чтобы они в дальнейшем будут. В финальной игре встретились команды «Текстиля» и Комитета государственной безопасности. Как и предполагали специалисты, игра получилась напряжённой. В первую очередь команды уделяли внимание своим воротам. Основная борьба проходила в середине поля. А те единичные опасные моменты, которые создали команды, не были реализованы. Таким образом, и тут пришлось выявлять победителя в серии 11-метровых ударов. Тут точнее оказались футболисты Комитета государственной безопасности и стали обладателями главного приза Кубка Президента. Президент Анатолий Бибилов также вручил им денежную премию в размере 50 тысяч рублей. Президент Анатолий Бибилов. Президент Анатолий Бибилов. Президент Анатолий Бибилов. Продолжение следует... Денежные премии кубки получили и команды, занявшие призовые места. Были определены и лучшие игроки турнира. Призы получили Сармет Схаврибов, Азамет Кукоев, Дзамбулат Габараев и Александр Гаглуев. Батрас Хуриев, Азиз Багаев, Тамерлан Кусраев. Информационный выпуск сегодня. Ну а далее вас ждет прогноз погоды на завтра, 10 ноября. В Знаурском районе Республики завтра, 10 ноября, переменная облачность, дождь. Днем температура воздуха плюс 10, ночью плюс 6. В Циевском районе пасмурно, дождь, днем 10 градусов тепла, ночью плюс 6. В Куроте Квайса пасмурно, дождь, днем плюс 8, ночью 6 градусов тепла. В Ленингорском районе Южной Осетии, переменная облачность, дождь, днем плюс 10, ночью плюс 7. В столице Республики Вскенвале, переменная облачность, дождь, днем плюс 11, ночью плюс 7. На этом наша программа подошла к концу. Я Ирина Джуоева, желаю вам всего доброго и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok